так ну что я рада вас приветствовать рада приветствовать вас в шкатулке мы сегодня с вами будем смотреть расклад про ваше тело мы посмотрим как вы его сейчас вообще слышите как она наверное себя чувствует давайте посмотрим как себя чувствует сейчас на самом деле ваш физический плотно материальный сосуд мы посмотрим чувствуете ли вы свое тело и мы посмотрим ну наверное больше чего бы она хотела может быть послание которое бы она вам хотела передать может быть это какой-то импульс который я прочувствую да и постараюсь вам опять же таки передать вот сегодня мы немножечко поработаем с другими минералами это розовый кварц кахалонг и по моему оникс что ли были не помню но он что-то связан с защитой со снятием любого негатива что-то такое каждый раз камни розовый кварц кахалонг чуть-чуть что-то я с вылетела из головы ну что-то по теплоникса что ли каждый раз я выкладываю минералы интуитивно то есть это делается без анализа это делается по внутреннему отклику потому что минерал часто имеет как мы знаем плотную структуру он дает четкость и он действительно помогает может быть не в большой степени но тем не менее он действительно помогает структурировать и провести информацию да то есть он помогает ее немножечко собрать в кучу немножечко ее кристаллизировать создать сделать более осязаемой более может быть даже понятной хотя бы для нашей головы потому что чувствовать мы только в большей степени учимся и развиваемся и пока еще головая логика крепкая у нас но мы идем семимильными шагами к чувствованию чувствованию к доверию себе прежде всего вот тело очень мощный наш проводник который условно как не зря я сказала про минерал да вот это тоже плотно материальный проводник определенной информации так вот ваше тело это точно также для души то что можно кристаллизовать то что можно структурировать и ратранслировать провести и конечно же в нашем теле как и в сознании большое количество искажений большое количество субъективностей точнее все до субъективно абсолютно поэтому нет объективного мнения его не может быть это мое видение мое понимание потому что объект то бишь объективность он абсолютно нейтрален он не имеет никакого видения и мнений он не воодушевлен и он просто есть это объект субъект что это живая структура которая может осмысливать которая может анализировать которая может принимать сторону позицию ну и все прочее поэтому нет никакого объективного мнения его нет есть всегда субъективность даже третья сторона которая выступает дипломатом имеет субъективную точку зрения в любом случае и это субъективная точка зрения помогает применить другие субъективные разногласия но никак не объективно хотя такое понятие применяется безусловно якобы я вот объективно очень смотрю но на самом деле сейчас очень много я замечаю ложно подложено подставленных и искаженных слов которые на самом деле энергетически несут абсолютно другую составляющую нежели люди вкладывают и вообще все слова они часто искажены и и опять же таки в любое слово каждый вкладывает свой смысл так рождается спор и люди могут спорить об одном и том же называя это какими-то словами произнося какие-то энергетические коды через слова да но при этом они звучат на разных абсолютно уровнях и энергиях и это как раз таки говорит о том что каждый энергетически в слово вкладывает вообще что-то абсолютно свое и люди перестают синхронизироваться в пространстве и они не могут друг друга понять то есть они друг друга не слышат хотя мы говорим одними одними теми же словами это реальная работа такой прекрасной программы как испорченный телефон и искажение если вас не понимают люди если вас не понимают люди вы им говорите они все очень сильно выворачивают говорит о том что и вы и этот человек и мы все наполнены разными видами искажение и есть такое выражение истину каждого своя во первых истина не одна их много потому что творец мультивариативен и очень многогранен этому нет никакой единой истины нет никаких единых верных знаний все абсолютно ведет вас к источнику но какими путями знаниями версиями дорогами верованиями убеждениями стереотипами вы пойдете без разницы главное чтобы вы двигались в этом направлении поэтому убираем градус серьезности относительно того что вот только я правильно знаю да и больше никто правильно не знает мое правильно только такое для меня да ваше правильно только такое для вас и если ваше правильно дает вам результаты помогает вам двигаться все супер если ваше убеждение не работают и вы понимаете что отражение в материи вас не удовлетворяет потому что отражение в материи это всегда результат ваших действий мыслей думания верования убеждения ярлыков стереотипов ментальной конструкции и если вы путем работы не меняет не меняется материалка или него и вы ее не меняете и она у вас не меняется значит никакой внутренней работы по факту не происходит есть осмысливание а иллюзорная как там и лук ходим по ловушкам собственных иллюзий мы перескакиваем через множество дорог и версий не выбирая ни одну живя на автоматизме по сценарию шаблону скорее всего часто родовому и не имеем возможности в данном вопросе то есть не видим не понимаем что наша возможная жизнь она где-то параллельно но мы никак не можем на нее попасть и это все тоже может дублироваться через тело тело является очень мощным проводником потому что каждый раз она посылает вам импульсы и когда мы очень сильно находимся в мыслительной фазе мыслительной деятельности часто мы игнорируем импульсы тела часто мы не слышим эти импульсы и им часто мы не понимаем что говорит нам наше тело то есть оно для нас не с что-то абсолютно незнакомое что-то абсолютно автоматизированное ну вот что-то из этой серии когда тело уже кричит она начинает болеть то есть где-то что-то болит это крик это крик тела это крик как изнутри чтобы вы это сос сигнал сос да чтобы вы разобрались обратили внимание на себя уменьшили где-то мозговую не мозговую а мыслительную именно мозговая это работает и без вас деятельность мыслительную деятельность и возможно переключились сейчас как раз таки именно только на себя и на заботу о себе и о своем физическом сосуде потому что мы часто уходим в перекосы с периодами модных тенденций саморазвитий самопознаний самопроработок мы ловим перекос мы забываем о дефицитах тела мы забываем о том что у нас есть гормональная система это очень сильно касается женщин и очень часто цикличные смены настроения это не только энергетические лунные циклы этому прекрасные еще и работа щитовидки и яичников поэтому тут очень важно обращать внимание особенно лет с двадцати восьми потому что уже могут образовываться определенные дефициты минералов витаминов и необходимых гормонов и эти дефициты они как раз таки очень мощно показывают апативные депрессивные и всевозможные перепады настроений в том числе и это можно и нужно тоже как говорится держать в очень большом внимание обращать обращать на это внимание не только обращать а еще и выделяйте средства на то чтобы иметь какую-то картину насколько где у меня что с нашим гормональным фоном да работа щитовидки очень важная а если она летит летит весь организм и там уже не до самопроработок поэтому что мы едим что мы пьем а это тоже все очень очень важно и в комплексе конечно это дает очень крутые результаты когда мы работаем над психикой над эмоциональным фоном она тоже требует очищения как и ваше тело вы принимаете душ точно также нужно чистить это как знаете это гигиена психическая есть такое выражение эмоциональная и психическая гигиена так вот это как раз таки относится к телу тоже в том числе потому что все забитые эмоции все зажатые воспоминания не отпущенные ситуации и все прочее тоже выстреливает бьет по гормонам по телу ваше тело проводник который обращает внимание на чем сейчас вам необходимо поработать это тоже важно своих учителей духовных вы тоже слышите через тело так чем чище ваша голова чем в ней спокойнее а тем вы лучше слышите себя в том числе период обычно очищения головы в начале очень длительный потому что мы не привыкли заниматься таким занятием как эмоциональная гигиена на зубы то научились чистить и то не все а вот что с эмоциональным фоном еще необходимо работать мы узнали не так давно и конечно же возможно требуется не только чистка да просто не при мне уже не профилактическая гигиена а уже необходимое лечение это когда очень долго откладываешь поход к стоматологу ну собственно где-то возможно уже необходимо не один зуб удалить ну и все прочее потому что собственно лечить уже нечего вот тоже самое с эмоциональным фоном где-то необходимо жестко отрезать какие-то уже момент потому что они только а усугубляют состояние где-то что-то необходимо исцелять где-то что-то необходимо проводить эмоционально психическую коррекцию ну в общем также мы работаем с энергетикой это тоже все не отменяет ну и физика физика это первое фундаментальное что должно быть у вас в норме что должно быть у вас под вашим пристальным наблюдением что должно то есть вы первый единственный человек который может почувствовать у себя что-то который может что-то вовремя спохватиться как-то обратить на что-то внимание никто за вас это не сделает и в дальнейшем делать никто не будет да то есть нужно взять ответственность за свое тело за то как вы его за то как вы с ним обращаетесь потому что очень часто мы единственные кто издевается над ним в том числе уже во взрослом возрасте ну понятно что когда дети да там сложно там родитель несет ответственность ну там за 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 моменты воспитания с родителя и спросят что еще хочу дополнить сейчас очень много идет ответов очень много на какие-то мучающие вопросы и вот раньше у меня есть клиенты я могу поделиться я не называю имен в лице родителей которые не могут понять почему дети относятся не так как ожидают родители потому что у нас стоит программа вне зависимости от того как мы относились к ребенку вне зависимости от того какую возможно где-то дичь мы делали по отношению к маленькому физически маленькому человеку потому что он является под нашим контролем и под нашей властью до определенного возраста и мы делая то есть родители да делая какие-то определенные вещи по отношению к своему ребенку в будущем ожидаем почета уважения в будущем ожидаем что неважно какой родитель ты должен его почитать и уважать ты должен его как бы собственно любить безусловно да и вырисовывается такая картина что получается страшнейший перекос то есть я отношусь к тебе как хочу как могу как считаю нужным не понимаю что с тобой делать часто следует другим программам но при этом требую от тебя тотального подчинения послушания уважения и всего прочего но так как у нас работают сейчас временные эпоховые глобальнейшие перемены и изменения так уж случилось что эта программа тоже закончилась и она больше не работает и сейчас родители и это касается всех родителей и детей проходят обоюдную кармическую отработку то есть как это происходит программа перекоса когда родители еще раз повторяю почитались безусловно закончилась и сейчас каждый к сожалению потому что очень много родителей совершали ошибки и при том бывало порой очень сильные ошибки по отношению к своим детям ошибки именно физического воспитания я сейчас не говорю о каких-то высокодуховно глобальных моментах нет мы несем ответственность за нашу физику это правда мы несем ответственность и имеем выбор за наши действия и каждое наше действие будет нести последствия и к сожалению родители почему-то не понимают что порой отношения их детей сейчас которые мы поколение уже чувствующих очень сильно мы поколение действительно уязвимы ранимых мы поколение которое пришло абсолютно разрушить все старые то есть на нас рушатся все старые схемы воспитания все старые схемы коммуникации схемы коммуникации с финансами схемы коммуникации с внутри семьи внешне то есть на нас это все просто обрушилось и сейчас зачастую огромная пропасть между родителями и детьми Неважно, сколько вам лет, вы можете быть как родителем, так и ребенком. И сейчас задача родителя полностью кардинально принять прежде всего последствия своего воспитания. Если, конечно, у него хватит смелости и силы в это честно посмотреть, да, в свои ошибки допущенные, что бывает крайне редко, как я вижу. Нет, есть родители, которые обращаются именно с большим желанием помочь и понять сейчас уже своего подрастающего, или взрослого ребенка. Вот, и также это касается и нас, потому что для многих мы еще дети. У кого-то есть еще родители возраста, у нас разные, да. И нам тоже очень сложно, потому что все глубинные чувства, эмоции, которые мы храним, с ними очень сложно. Их необходимо прорабатывать, и у нас происходит стык программ. У нас не стыкуется внутри, так как программа почитания и уважения, безусловно, закончилась. То есть она практически уже отмерла, она больше не работает на тонком плане. И у нас получается такой вот интересный перекос. Для того, чтобы выйти в то самое понимание, нам необходимо понять и осознать наши истинные чувства к родителям. Не только, например, если мы испытываем гнев или обиду. То есть истинность понимания, она выйдет как раз, когда произойдет эмоциональная гигиена, выгрузка всего того, что там было накоплено. И не что-то, а большую часть изменить вы уже не можете. Вы можете это уже только как факт, да, в себе понять и осознать, и проработать. И не требовать ни в коем случае от себя никакой безусловной любви, прощения. Чего там еще просят, я не знаю, требуют, да, религиозные всякие наставления. И все то, что уже почти кануло в лету. Потому что это не работает. Вы будете пыжиться, тужиться. Вы будете стараться из всех сил. Но, к сожалению, эффекта не будет. И здесь очень важно начать и дать место всему тому, всем тем эмоциям, всем тем чувствам, которые у вас изначально сейчас есть. То есть принять нужно не родителя. Принять нужно свои внутренние... Потому что мы с ними боремся. Мы очень стараемся что-то доказать, да, донести. А это не нужно делать, потому что это вообще так-то, честно, дохлый номер. Вот. Нужно себе дать право это чувствовать. Дать этому место внутри изначально. Уже после того, как мы даем этому место. И не боремся с этим. Не сопротивляемся. Честно признаемся, что нам не очень больно. Да, я чувствую себя очень плохо. Да, мне есть с чем работать. Да, я очень глубинно переживаю. Там у меня дефицит внимания. И вообще там гора всего. Возможно, да. Это все тоже сказывается на ваших всех моментах поведения. На ваших действиях в жизни. На вашем теле в том числе. То есть я не просто здесь болтаю. Мы все еще о теле говорим. Тело все помнит. Тело имеет опыт и все эмоции хранит, которые у вас, да. Скажем так. То есть все это у вас есть и телом проводится. Поэтому для начала это нужно все принять в себе. Для начала нужно наладить отношения с собой. Начать слышать себя. Потому что пока мы эту проекцию переносим на родителя, там работы не будет. То есть это не работа, да. Мы взращиваем внутреннего взрослого. Разрешаем ему быть. Разрешаем ему появиться внутри нас. Вступить в права взрослой жизни. И только тогда мы начинаем долюбливать себя. Докачивать себя. Ну и там, я не знаю, жалеть. И в общем все то, чего нам очень сильно не хватало. Особенно внимания. Очень многим. У многих дефицит тотального внимания. Просто вот. Вот. Также очень глубинно. Также и у очень многих, да, лежит программа, что, к сожалению, было и такое, что многих не желали. Или хотели ребенка другого пола. Это все, 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 оно у вас отпечаталось и прекрасно работает. И это определенные дары, которые вы можете использовать для достижения цели и своей реализации. Только в том случае. Это очень важно сейчас услышать. Если вы перестанете... Дары станут только тогда, когда вы... Те ваши травмы, переживания и обиды и боль станет даром. И действительно начнет давать вам плюсы и давать энергию тогда, когда вы перестанете быть в этой ситуации жертвой. Когда вы выйдете из позиции жертвы. Тогда травма, паттерн, триггер начнет работать в вашу пользу. Вот. Ну и много-много еще каких других моментов. К сожалению, об этом можно говорить очень долго. Но понимание того, что дети полное ваше отражение должно прийти как можно скорее, если они у вас есть. И все, что вы в них вложите или не вложите, вы увидите позже. Вы увидите или сразу, или позже. Очень хорошее есть выражение. Оно не совсем точное, но я его скажу, потому что оно просто элементарно будет понятным. Карма сейчас мгновенная. Действия отзеркаливаются очень быстро. А все, что в мир посылаете, будете видеть в обратную сторону. В свою сторону от других людей. Поэтому всегда несем ответственность за то, что мы делаем. Или не делаем. Да? Вот. Вот так. Поэтому и дискородительские отношения сюда же, потому что мы, тело-то, оно, собственно, у нас на это воплощение дано. И, соответственно, на это воплощение нам дается очень много задач вместе с ним. И очень много тревог и переживаний, всего того, что было в прошлой жизни. Но вот как, конечно, не хотелось бы, например, многим избежать понятия личности, да? То есть отрицать ее в целом. Мы не можем этого делать, потому что именно внутренние блоки будут тормозить у вас от ценного и важного развития, за которым вы, собственно, и пришли. И на которое вас это все вот вытолкнуло, да? То есть прорабатываются всевозможные хорошести, там, этические нормы. То есть этика, она начинает работать уже совершенно не так, как она в социуме, а она начинает работать так, как это необходимо вам. То есть у вас происходит полная перетрубация вообще внутри. А что вам вообще подходит, какое поведение, а что нет, да? И есть такие прекрасные практики, где вы отдаете своему родителю, особенно, да, те вот, кто работает в терапии. Есть прекрасные практики, куда вы ходите, отдаете своему взрослому родителю все те отрицательные методы воспитания, которыми он, собственно, руководствовался, дабы добиться от вас чего-либо, да? Это и послушаемость, потому что послушаемость – это крайняя ведомость в этом мире. То есть ты становишься послушным рабом абсолютно, ты не можешь, и тебе сложно руководить своей жизнью, ты все ждешь, что тебя кто-то направит. Это момент послушания, вот таким образом он работает в негативном паттерне, и с этим тоже нужно делать, потому что люди не могут двигаться самостоятельно, они ждут ту опору, которая скажет, куда им идти и что делать. Вот это, собственно, программа послушания. Ее мы тоже возвращаем, отдаем, она нам сейчас не нужна. То есть она сейчас уже работает для нас во вред. Также программа там хорошести, порядочности, которая тоже, опять же-таки, средства управления вами и мощной манипуляции, опять же-таки, более сильными людьми в своих целях. Поэтому взращиваем внутренний стержень. Конечно, желательно изучать все эти манипулятивные моменты, потому что они будут создавать для вас прозрачность ситуации, они будут вам помогать выстраивать себя, чувствовать себя, потому что пока мы в позиции ведомости, это невозможно или сведено к минимуму. Страхи, они тоже связаны с позиции, что я не могу опираться на себя, я не чувствую, что я доверяю себе, потому что когда меня научили, что не нужно ни себя слушать, слушай, что тебе говорит учитель, слушай, что тебе говорит родитель. Не надо ничего там чувствовать, не надо ничего думать. Слушай, что тебе говорят, делай то, что тебе говорят. Тогда все будет хорошо. К сожалению, хорошо не стало. К сожалению, стало и завело вообще в полный тупик. Отсутствие сепарации, инфантильная позиция, полная потерянность, непонимание вообще, какую и чью я жизнь живу, что я вообще здесь делаю, почему у меня появились дети, а планировал ли я вообще этих детей. Потому что, опять же-таки, программа, что необходимо родить или не родить, но главное, что сейчас хотя бы дается такая возможность уже. Наше поколение, оно более такое осознанное, оно уже по этой программе не катится. И, конечно же, более старое поколение мы ужасно раздражаем, потому что у нас больше свободы, у нас больше стержня, у нас больше ощущения того, что мы можем что-то менять в своей жизни. Ну, в общем, да. Не говорю и ни в коем случае не обвиняю позицию родителя. Я тоже родитель. Но также понимаю, что многие моменты, они были абсолютно с моей стороны, допустим, там неграмотными. Они были абсолютно не из любви, а из какой-то травмы личной, да, из каких-то страхов, из каких-то глубинных переживаний. И я не помогла, навредила, возможно, где-то, но это больше уже, да, вот, например, к старшему моему сыну относятся младше, с младшим-то у меня уже мозгов было побольше и опыта тоже. Вот, поэтому каемся внутренне для себя и делаем выводы и меняемся, прежде всего, сами. Вот, потому что не поменявшись, мы ничего не добьемся от ребенка или подростка, например, да, поэтому работа идет по всем фронтам и по всем сферам. И ваше тело, оно всегда вам подскажет, в нужном бы направлении идете или нет, да, потому что не существует никакой лени, существует не ваш путь. Я наговорилась, тот, кто любит слушать вступление, я благодарна вам, мне нравится чем-то с вами делиться, какими-то своими инсайтами и наблюдениями. Я благодарна, кто уделяет время всем тем, кто прям три варианта слушает, это просто. Благодарю вас за это. Также пока еще комментарии у нас находятся под режимом полной фильтрации. Администратор продолжает фильтровать, чему я рада, благодарна тоже ему за это, что он наделяет этому столько времени своего личного. Вот, пока еще остается так, пока у нас еще осеннее обострение. Что у нас еще? Ссылки нельзя отправлять в комментариях, они сразу блокируются непосредственно самим Ютубом, потому что огромное количество ботов у нас, поэтому ссылки переправлять, направлять нельзя. Так, что еще? Все дублируется на Boosty, если что, если вы вдруг не знали, или вы только присоединились, у нас все на Boosty, в свободном доступе, есть, есть в закрытом, в платном. Там, конечно, информации больше, она глубже. Она, скажем так, для тех, кому откликается что-то почему-то, кому-то не хватает воздуха. Кислорода. Она больше для тех людей, кто знает уже мой стиль работы, кто знает, как я работаю, кому отзывается, кому нравится, кто попал в синхрон. Был один комментарий, я так поняла, его написал мужчина, потому что в мужском лице было написано, что, аллилуйя, да, я наконец-то начал вас понимать. Я почувствовала мощный приток энергии, потому что этот комментарий был действительно с благодарностью написан. То есть человек рад, что он начал не просто слушать, да, и у него мозги на бекрень, а он наконец-то стал понимать. То есть это очень мощный внутренний сдвиг. Я сложно сочиненный, негачувствующий человек с детства, но прошедший разные этапы личностного раскрытия, потому что я тоже, как и все вы, родом из детства. Вот, поэтому... И я продолжаю развиваться, не могу сказать, что я раскрыта полностью. Нет, это вершина айсберга. Поэтому... Я очень рада и благодарна тем людям, которые действительно начинают слышать в глубинно, внутренне, понимать, о чем я говорю. А еще тем, кто остается гибким, потому что я очень быстро меняюсь. У меня очень быстро меняются знания. Они завтра вот так, допустим, да, потом у меня открывается новая информация, я уже или дополняю, или кардинально меняю, то есть у меня открывается дополнительная, скажем так, ветка, как эти знания видоизменяются, трансформируются. И это нескончаемый процесс. И для того, чтобы быть в синхроне, да, ты действительно становишься гибким. И поэтому мы здесь с вами глобально не только что-то там раскапываем, мы с вами становимся гибкими. Мы действительно учимся не костенеть умом, а это очень важно. А это очень важно. Поэтому и вы тоже становитесь в своей жизни более чувствительны. Чем гибче ум, чем он именно меньше цепляется за какое-то костное знание, такое фундаментальное, тем вы больше восприимчивы, тем вы больше самообучаемы, тем вы больше самоуверены, потому что вы не идете за какими-то непонятными истинами, да, вот кто-то один их вложил, а ничего, что они там уже прошлой эпохи, и они не работают уже ни разу. Поэтому хорошо, что у нас поэтому сейчас опоры-то и меняются, да, у нас открываются новые знания. Никто в этом не прав, не виноват. Те верования помогали той эпохе людей, да, а новые, соответственно, помогают уже нам, нашим детям уже будут помогать. Ну и так вот мы тут, собственно, все и тусуемся. Ладно, все, я наконец-то наговорилась. Давайте будем продолжать, давайте будем продолжать. Или что, или начинать, или продолжать будем. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я вас приветствую. У нас сегодня выступает Дару Третьего Глаза. Прогностическая такая колода. Итак, кто выбрал розовый квадс, мы сейчас смотрим три карты, три составляющие. Мы с вами смотрим, как сейчас чувствует себя ваше тело, как вы его слышите и слышите ли вы его вообще. И мы смотрим, чего же оно хочет вообще от вас, чего ему надобно. Я надеюсь, я надеюсь, всего и вся вам видно. Вроде бы все красиво, нарядно. У нас красивый сегодня зеленый, абсолютно бархатный фон. Очень, очень тоже приятный тактиль. Я вообще люблю, когда все качественно, очень качественно. Красиво, нарядно. Я прям этот, знаете, гурман. Я прям гурман в этом плане. Так, ну что. Вы чего-то не хотите видеть прям. Вы прям чего-то не хотите видеть. Вам что-то транслирует. А у меня прям, знаете, какая картина, как будто бы вы руками закрываете лицо. Прям не хочу, не хочу. Мне сложно. Я не понимаю. Тут нужно что-то делать. Я не знаю, что. И я абсолютно интуитивно просто... Я хочу открыть карту. А у меня руки хлопают, закрыли лицо. То есть нет, я не буду смотреть. Я не хочу. Да, тут нужно делать сейчас какое-то очень мощное вложение в будущее. Так, 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 так. Вам нужно выстраивать новый фундамент на фоне ваших пройденных уроков, опыта. Сделав работу над ошибками, что-то проанализировав. Вам сейчас важно закладывать фундамент на будущее. Фундамент вашего следующего этапа жизни. Но присутствует такой момент, что мы вот эту часть не совсем осознаем. И то ли мы не хотим переходить к этой части, пусть оно само как-то все, да, простроится. То ли мы не понимаем, у нас недостаточно знаний, возможно, смелости, да, чтобы все-таки вот взять в руки какие-то себя прежде всего и какие-то жизненные свои моменты, да, начать принимать решения. Тут есть какие-то у вас зацепочки или могут быть, возможно, это не для всех, но по ответственности. Что такое ответственность? Нам не нужно брать ответственность за других людей. Нам нужно взять ответственность за свою жизнь. То есть не когда у вас жизнь болтает, а вы не как болванчик, а когда, собственно, вы останавливаетесь и говорите, так, я могу управлять хотя бы тем, что я сейчас вижу. И вот это принятие хотя бы уже того, что вообще-то мне надоело, что эти ситуации меня вот так вот просто трясут, да, что я могу вообще сделать здесь, да, какие я могу сделать действия или какие я могу принять решения. Тут у вас сейчас стоит вопрос о выборе, и вы чувствуете, что вы стоите на пороге, но вы пасуете прям. Я прям чувствую, что вы пасуете, да. Желание закрыться, спрятаться, закрыть лицо руками, да, и вот, пожалуйста, пусть только оно как-то там все само без меня рассосется. Смотрите, вас подводят к очень взрослой позиции в вашей жизни, к очень ответственной. Скорее всего, для вас приготовили большие дары, потому что нас выводит во взрослую ответственность, когда там наступают такие вещи, в которых нам будет нужно проявлять внутреннюю силу. Да, вы уходите сейчас с ложного пути. Десятку мечей я вам уже пару раскладов вытягиваю. Четверка Пентакли нас вытягивают из ложной зоны комфорта, которая у нас была. Тройка жезлов. Ну да, а что вам там готовят? Ну-ка покажите мне. Ну, башню вы проживаете. Да, новый этап, шут, что готовят. Ну, покажите ко мне. Ну, что же, не будете показывать? Да, вы выходите в Короля жезлов. Так. Здесь какая-то такая ситуация, где вам нужно как будто бы от кого-то немножечко сепарироваться. Прям вот слово такое как бы отлепиться. Потому что вы с кем-то сливаетесь, и это слияние, оно мешает вам прочувствовать свои истинные желания. Вы как будто бы смотрите на кого-то, кто вам что-то ответит или подсветит, или даст. Это не я точно. Это кто-то в вашем окружении. Вы ищете опору. Вот в чем все есть вопрос. Вы ищете опору. А жизнь вас выводит, когда опора и есть вы. Без кого-то. Вам нужно стать цельным. Цельным это когда я прислушиваюсь только к себе и иду только самостоятельно. Все остальные будут подтягиваться тому же походу. Или не подтягиваться, да. Вот это то важное, что вам сейчас прям нужно себе осознать. Когда придет внутреннее понимание, что все-таки нужно сесть и прям вот самостоятельно, да. Понять, что я сейчас сделаю выбор, и я его сделаю без советов кого-либо, без разговоров с кем-либо. То есть сами сели, сами приняли решение какое-то относительно работы, личной жизни, коллег, друзей. То есть делайте выборы сейчас, это важно. И смотрите, как эти выборы перед вами разворачиваются. Вот это и есть взрослая жизнь. И проживайте их. Проживайте и понимаете, что да, вот я живу, свой выбор, это моя ответственность. Вот это уже позиция такая более адекватная. Ну адекватная в каком плане взрослая. И высшие силы от вас ждут этого от вас сейчас очень сильно. Тогда вы войдете в баланс и вас перестанет колбасить. Что сейчас с вашим телом? Оно сейчас в периоде энергосбережения, у вас отшельник. Оно в режиме, когда оно сейчас вам подсвечивает внутренние решения. Оно сейчас вам изнутри подсвечивает импульсы, вот эти маячок, которому сейчас очень важно первоначально прислушиваться, несмотря на то, что внешне может происходить такие события, которые вас могут и пугать, и выводить из равновесия. Ваше тело просит, скорее всего. Но оно сейчас не в активной фазе. То есть оно сейчас в периоде выжидания. Оно сейчас в периоде внутренних изменений. В последнее время мне часто идет такая фраза, как алхимическая пересборка. Она мне шла по второму варианту, она мне приходит на ваш вариант. То есть когда внутренне мы пересобираемся. Потому что тело, оно тоже подгоняется под ваше сознание. Когда что-то в вашей голове изменилось, скажем так, и видение на многие вещи меняется, телу тоже нужно перестроиться. И на это тоже ему необходимо время. И сейчас ваш внутренний, скажем так, отшельник, да, ваше тело, потому что мы на него смотрим, оно как будто бы в энергетическом коконе. И оно посылает импульсы. И вот эти импульсы, их важно научиться слышать. Вам очень страшно, потому что эти импульсы, это не ваша несущая конструкция. Вы очень часто их не слушаете. Вы их слышите, но не слушаете. То есть здесь есть такой момент, что то, что вам предлагает ваше внутреннее тело, да, вот из интуиции идет, оно как раз таки вас ведет по солнцу, на ваш как бы путь, на истины. Но оно нерационально для вас, оно нелогично и кажется, что фундаментально абсурдным. То есть нет, я не могу сейчас так кардинально изменить свою жизнь. Нет, я не могу сейчас. Ну и что-то вот в этом роде. Но тело продолжает посылать. Оно уже устало, ему уже сложно. И если раньше импульсы были очень громкими по солнцу, да, то есть они были очень яркими, вы четко знали, то сейчас, смотрите, вы их очень мощно игнорировали, поддаваясь страхам, переживаниям, волнениям, логике, безусловно, конечно же, да, это тело стало маячком еще все же, но очень тихим, да, чтобы вы понимали, это маячок, но он очень тихий сейчас. То есть он есть, но теперь вам, то есть вы в какой-то момент начали свои импульсы глушить. И оно, тело, стало понимать, что ну окей, хорошо, я не оставлю попытки звучать, но буду это делать очень тихо и редко. То есть оно, да, сейчас как бы в таком положении, но оно ждет, когда вы его услышите. Вы знаете, что вам мешает его услышать? Вы попали в ловушку созданного вами образа. Этот образ был создан вами для того, чтобы пройти какой-то жизненный этап. Скажу просто, чтобы выжить в каких-то жизненных моментах. Вам этот образ, он был необходим, но он тотально рушится, и вместе с этим рушится ваше представление о себе. Поэтому тело сейчас тихо, но звучит, да. У вас была королева мечей, понятно. Это образ, который был создан вами рациональной частью для того, чтобы, еще раз повторяюсь, пройти те или иные ситуации. Вам больше не нужно жить по этому образу. И здесь как раз-таки высшее, я на прошлом раскладе это говорила, и тело, оно готовится к новому этапу. И как раз-таки готовится через разрушение внутренних ролей, массок, образов. То есть создаются такие ситуации, где, возможно, ваша репутация, возможно, какие-то рабочие моменты, личностные моменты, они прям сыпятся. Они прям сыпятся. То есть вы перестаете звучать, и вы перестаете попадать в чужие ожидания. Дело в том, и самое, наверное, здесь обидное для вас, что вы в свои-то уже не попадаете ожидания. И тот образ, который вы выстроили, он больше не рабочий. Поэтому, если вы это сейчас услышите, вам будет легче с ним распрощаться. То есть какой-то, вот знаете, созданный лик, что это еще? Социальная маска это еще называется. То есть то, как вас видят, или то, как вы себя позиционируете среди других людей. Это было создано, конечно же, на вашем теле, безусловно. Оно этот образ транслировало, и больше не хочет. Все. То есть больше не хочет. И не будет. И не будет. Оно сказала, что все, стоп. Достаточно. Пора выпускать себя, или взращивать, да. То есть пора знакомиться с собой. И вам пора знакомиться с собой, со своим телом, да, с вами как с новой личностью. Это вот то, что сейчас у вас с телом. Давайте посмотрим, насколько вы слышите свое тело. Вообще, насколько вы его слышите. Вы его слышите, Паш Кубка. Вот, вы его слышите. Но вы больше слышите моменты, которые... Сейчас скажу. Тут вы не все слышите. Вы слышите что-то выборочно. То есть что-то мы слышим, а что-то заглушено. Сейчас узнаем, что больше слышим. То есть какие-то импульсы вы чувствуете, слышите, да. У меня прям оскома. Оскома. Что слышите? Вы, наверное, сейчас больше стали чувствовать, где ваши люди, где не ваши. То есть у вас больше пошло на социум понимание, да. Вот перенос пошел. Вы стали видеть где-то новых людей, которые вам подсвечивают следующий уровень. То есть постепенно. Это первое, что сейчас вы чувствуете в большей степени. Второе, что вы слышите, вы сейчас слышите позывы тела, которые вас зовут в коммуникацию, которые вас призывают к какому-то общению, то есть коммуникации с кем-то, да. И сейчас... Тут еще вот идет, да, это тройка кубков. Это все-таки какое-то вот такое легкое, веселое времяпрепровождение. То есть вы можете слышать какие-то позывы, куда-то отправиться, желание позывы куда-то пойти, побывать в каком-то общественном, возможно, месте, пусть узком, кругу, но вот куда-то вот вас прям тянет интуитивно, абсолютно. И вам кажется, что вам легче, да, вам хорошо, но, ну, возможно, да, лучше там, чем вы дома находитесь. То есть, смотрите, сейчас потребность у вас лично, глубинная, внутренняя, это даже не сколько потребность тела, это сколько вашей потребности, как можно меньше оставаться в одиночестве. Почему? Потому что, когда вы остаетесь в одиночестве, вы начинаете синхронизироваться с собой, вы начинаете как бы интуитивно чувствовать и понимать, что вам необходимо предпринимать, возможно, какие-то решения, делать какие-то выборы, что-то проанализировать, о чем-то очень важном задуматься для себя. То есть, тут не то, чтобы мне страшно быть одной или одному, а здесь не в глобальном понимании, не в понимании партнерства, не в понимании там социального общения. Нет, вы можете и так, и так неплохо себя чувствовать. Вам тотально остаться страшно на глубине самим собой, как с человеком, как с душой. Потому что там вам, когда вы остаетесь в глубине сами с собой, вы начинаете, у вас этот внутренний импульс, тревоги, иллюзии, возможно, еще чего-то, подмены понятий, да, там какой-то ролевой маски, он начинает просто настолько внутри вас звучать громко, очень, очень громко, что вас это пугает. И вам проще, да, это такой интуитивный тоже, бессознательный процесс, сейчас максимально находиться среди людей, ну, или стараться. Если же вы находитесь, допустим, дома и одни, вы себя стараетесь чем-то занять. Но все равно это может быть там телевизор на фоне, это может быть прослушивание чего-либо, то есть вы все равно как бы не одни, вы все равно отвлечены. И если же мы как раз-таки здесь берем момент того, что мы вообще это все уберем, вообще книги, телефон, телевизор, вообще все уберем и всех. Вот чего хочет ваше тело, я это уже слышу, да, смотрите, оно хочет, чтобы вы куда-нибудь отправились, где вы будете хотя бы больше трех дней в полном одиночестве, без каких-либо внешних источников, получения или отдачи информации, без какой-либо коммуникации, без какого-либо общения. И чтобы вы побыли наедине с самим собой. У вас идет процесс, когда вам необходимо синхронизироваться глубинно, у вас карта мира, у вас процесс, и цикл должен завершиться, он не завершается, потому что последний тотальный пазл, куда-нибудь в горы залезьте, слушайте, уйдите куда-нибудь к стихиям. Благо сейчас еще пока позволяет погода. То есть вы сейчас можете поехать в загородный дом, а в одиночестве, и никакие отговорки здесь не принимаются. Вашему телу неинтересно, у вашей дети, у вашей мужья, у вашей родителей, какие-то рабочие процессы. Напишите отгул. Жизненно необходимо просто. Ничего без вас не упадет, не рухнет, не обвалится. Вам нужно побыть в тотальной тишине. Тогда вы начнете слышать себя. Вам нужно выключить внешний шум, и при том весь. Тогда вы поймете очень многие для себя вещи. Вы увидите и услышите этот самый новый вектор. Это не вечер, это не сутки, это от трех суток и до, если так вот, грубо говоря, до девяти включительно. Но это должно быть, я слышу, нечетное число. Три, семь, семь, девять. Семнадцать еще слышу, и двадцать пять слышу еще. То есть тут выбирайте для себя ту возможность, которая у вас есть, но не меньше трех. То есть вы только после там, возможно, первых трех суток начнете дзен ловить хотя бы. И вам нужно так, чтобы вы ни о чем не беспокоились вообще. То есть вас нужно вот просто вот сейчас, да, тело говорит, изолирует полностью внешнюю и входящую исходящую информацию относительно вообще себя, да. и уйди в тишину. И тогда вы просто не сможете бегать от себя, да. Вы сначала, конечно, будете слушать все, что происходит в вашей голове, оно станет максимально громким. Но за этим грохотом, который впоследствии станет утихать, потому что вы будете метаться там по этому домику, допустим, в палатке там будете кувыркаться, как гусинчка. Не знаю, что вы там будете делать. По реке прыгать будете. В общем, метаться будете там по лесу, к примеру, да. Но голос утихнет. И вы начнете уже слышать что-то более глубинное. Прекрасная практика. В данном случае вам она сейчас жизненно необходима. для вас и вашего тела. Это то... Да, вам пора выходить из ментальных иллюзий. Их очень много. Их очень много. Они ведущие. И они вас ведут только по... Вы прыгаете по страхам, по ловушкам ума. Вы прыгаете по логическим вероятностям прогнозирования событий будущего, которые в данном случае могут абсолютно не соответствовать желаниям вашего глубинного я. Голос затихнет, я сказала, когда, и вы как раз-таки уже там более глубинно начнете слышать себя. И вот там пойдут истинные ответы. Это вот то, что по вашему телу. Это то, что вам сейчас необходимо. Вот такой был первый вариант. Я с вами прощаюсь. Второй. Второй. Так, ну что, готовы? Кто выбрал кохолонку? Он же второй вариант. Я вас приветствую. Мы с вами смотрим, что сейчас происходит с вашим телом. Ну и сейчас происходит... Происходит, да. Мы сейчас смотрим, насколько вы его слышите. И мы смотрим, чего оно хочет. Так, ну что? Что хочет ваше тело? Давайте-ка. Давай почитаем вас. Посмотрим, о чем здесь у нас речь. Сейчас я вас послушаю. Ну-ка, давайте делитесь. Поделитесь, пожалуйста, своим состоянием. О чем здесь у вас речь пойдет? Так, тут сидит неуверенность. Неуверенность в районе второй чакры. В чем неуверенность? Неуверенность в себе. Да, неуверенность, что я могу. Ну, по старинке это неуверенность в собственных силах. У вас кое-что распаковывается. Но оно распаковывает... Ну да, вот видите, распаковывается. Внутренний отшельник, внутренний свет. Вы начинаете себя потихонечку слышать. Что не может не радовать. Я так-то знаю, конечно, уже, что у вас здесь. Я уже без карт слышу. Вы как бы взращиваете внутреннюю уверенность в себе. У вас есть тревога, которая вам мешает. Хорошая такая, жирненькая, я бы сказала. Такая, знаете, перманентная. Знаете почему? Потому что для вас спокойствие это равно смерть. Угу, услышали. Смерти боитесь, поэтому это нормально. Но даже когда внешне все будет хорошо, вы найдете, по какому поводу потревожиться. Потому что это ваша конструкция выживания. То есть я тревожу, значит я живу. Я в тревоге, значит я есть. Понятно. То есть мы есть через боль и тревогу. А через... И через неуверенность. То есть если мне больно, и я там в какой-нибудь... Как это называется? Когда не отвечают на любовь. А, взаимность. Если я не встречаю, к примеру, взаимность. Или я не чувствую принятия там условно себя. Или меня не принимают. То есть это... Знаете, что это сидит? Сейчас тоже. Так, зараза, оно так быстренько убегает. Крутится. Это как этот... Знаете, на саламандру похоже. Так на тонком плане. То есть это... Вот это вот и есть вот это тревожное состояние. Оно вот такое, как ящерица. Его очень сложно поймать. Потому что это перманентная тревога. Она слабо выраженная. Но она очень сильно чувствуется. И она у вас там по второй, третьей чакре бегает. Ни в коем случае это метафора. Это метафора. Это просто энергия. Все как бы не это. Никто там по вам не бегает. Это энергия. Я просто ее так вижу. Так, и что? Ну, хорошо. Она не опасна. Она не токсична. Это просто энергия, которая для вас сейчас... Она ведущая. То есть если мы станем спокойными... А, да, смотрите. То есть вот это вот все, что невзаимное, да, оно болит. А оно болит. Оно же неприятно. То есть я же чувствую боль, там, неприятие. И так я есть. Понимаете? Так я есть. А если дать условно вам там все хорошо, там, или более или менее спокойно, то вас будет часто выкидывать из этого состояния. Оно у вас тоже есть. Но оно пока слабо наработанное. То есть это тот навык, который вы уже нарабатываете, уже сами для себя. И это тот навык, при котором вы учитесь быть в спокойном состоянии. Вам нужно научиться быть в спокойном состоянии. Как раз таки это вам будет помогать распаковываться. Тревога и условно боль – это ваша защита. определенная такая. Это ложное я. Все, давайте. Так, которая помогает вам выжить. Ваше истинное я, оно через туз кубков. Стройку Пентакли. Ух ты. Ну, распаковывается этот процесс, чему я очень рада. Хорошо, давайте посмотрим, что сейчас с вашим телом происходит. Застои. Рыцарь Пентакли. Застои. Здесь что-то с движением может быть связано. Можете набирать вес, можете наоборот очень сильно его скидывать. Лень сюда же, апатия. Но опять же таки, не апатия даже больше, а может чувствоваться не хочу, что-то не хочу, что-то не хочу делать, куда-то не хочу идти. То есть тело вам сигналит, чего оно не хочет. Тело вам сигналит, чего оно не хочет. Что здесь? У вас как бы как к земле прибывают. Здесь вообще прекрасная бабочка. Здесь прекрасная бабочка. Но мы как будто бы крылья-то себе пообломали, поотрывали, прибили себя к земле. Ну это ладно. Это просто дополнение. Вы себе что-то говорить не даете. У меня просто резко лопнула губа. Хотя у меня не сухие губы, я чувствую привкус крови. Вы можете изнутри губы кусать. Кстати. Это может быть нервная такая привычка. Это вот эта тревожность. То есть это когда мы смотрим фильм. При этом мы одновременно сидим в телефоне. При этом мы левой ногой рисуем, а правой ногой мы вяжем из бисера. Еще мы успеваем читать. И нет, вы не Юлий Цезарь. Ну у вас не СДВГ, конечно. Не думаю, что здесь прям есть такой диагноз. Хотя если вы сомневаетесь, можете поисследовать себя, обратиться к специалисту, уточнить. Но если мы не берем вот это вот все, что я перечислила до, это вот та самая тревога. И на самом деле тело говорит, слушай, я хочу спокойствия. То есть вообще на самом деле все спокойно. Видите, по рыцарю Пентакли говорит, все нормально, все спокойно. Внутренне я спокойна. Сейчас посмотрю, к чему это касается. Мы очень хотим себя понять. Мы очень хотим себя изучить. Но, к сожалению, всеми методами глобального такого мощного изучения, оно нужно, оно необходимо, я не спорю. Но оно как будто бы вас упрощает и маленько. И оно вас как бы чуть-чуть приземляет. Поэтому, чем меньше вы пытаетесь себя проанализировать и запихнуть в позицию, вот это я хорошо делаю, а вот это плохо, тем будет лучше для вас и вашего тела. Я вам объясню, почему. У вас хорошая достаточно энергия, которая обладает определенной силой. И вот все ваше мнение о себе, оно бьет по вам. То есть я не могу сказать, что это прям программа самоуничтожения. Конечно, я ее пока здесь не чувствую. Возможно, она была активной, когда-то вами была, короче, она у вас возможна. Сейчас она не в такой яркой позиции. Но это очень сильно бьет по вашему телу. Вы как будто бы себя раните. Прямо действительно причиняете, можете причинять себе какую-то эмоциональную боль. Но вы таким образом себя чувствуете живыми. Смотрите, давайте так. Это подмена понятий. У вас случилась подмена понятий. Я объясню, какая. У вас любовь равно боль. Но это не так. Это не так вообще. За мной сейчас проговорите вслух. Кто будет слушать, прям вслух за мной. Вот все, что я сейчас буду говорить. Проговаривайте. Я долгое время жила в подмене понятий, что любовь равно боль. И я даю этому место. Любовь не равно боль. Все, оно прогрузится и будет работать. Итак, что получается. То есть вам нужно выйти из понимания, глубинно из позиции, что причинение себе боли, сильный критик внутренний, конечно же, самообезличивание, самоуничижение всевозможное, это для вас позиция того, что я есть. Но эта ценность не ваша. Ваша позиция я есть, это позиция я себя просто чувствую. То есть вам достаточно просто чувствовать, чтобы понимать, что вы есть. В этом ваша ценность. Вы очень чувствительны. То есть если какой-то человек просто чувствительный, то у вас прям чувствилище. Чтобы вы понимали, да? То есть у кого-то просто чувство, а у вас чувствилище. То есть смотрите, все, что вы проживаете, проживает один человек и другой человек, вы чувствуете умножено на 5 где. У кого-то может быть даже на 10. То есть представляете, какой спектр эмоционально-чувственной сферы. То есть у кого-то двоечка, троечка, а у вас десятка. Ну понятно. Для чего вам даны такие чувства? Вообще в целом от рождения. Для чего они даны вашему телу? Для чего вам необходимо их в себе распознавать? Уметь их по своему телу проводить? Потому что тело говорит, я намного функциональнее, чем ты думаешь. Я могу провести очень много чувств, но ты пропускаешь только одну, несколько максимум. Но я по... Видите, здесь семерка кубков, но это не иллюзия в нашем понимании. Это ваша ценность. Семерка кубков – это глубинное, тотальное чувствование. Это яснознание. Это высочайшая внутренняя глубинная самооценка своих талантов. Это определенные... Я сказала яснознание? Что я вообще сказала? Короче, у вас тут способности есть. Это экстрасенсорика, потому что она сидит в... Экстрасенсорики – это те, которые чувствуют тело. Не которые видят картинками или слышат, а это которые чувствуют тело. Они считывают телом очень сильно. Импульсы в теле понимают, что значит. Да, вам нужно знакомиться с вашим телом очень сильно. Вам нужно знакомиться с ним заново. Сейчас мы посмотрим, знакомы ли вы вообще с ним в коннекте. Потому что... Потому что вы больше идете из позиции, что я по королю мечей пропускаю только спектр кол... Ну, вот этой боли. То есть это боль в данном случае. Это резкость, это боль. То есть по отношению к себе... То есть я тут себя со всех сторон уже уколол, изранил. Я думаю, что это делает меня сильнее, но нет. Это вообще не делает вас сильнее. У вас десятка мечей. То есть это ваша несущая конструкция. Чем в большем я кризисе, тем я чувствую, что я живу. Выучены абсолютно тоже поведенческие схемы. Подозреваю, что тоже мы все родом откуда. Оттуда. Вот поэтому что делаем? Я надеюсь, вы проговорили то, что я вам сказала. Вам нужно распечатывать новое пространство. И это не пространство боли. Да, у вас по страшному суду уже все. То есть вы так больше не можете двигаться. Здесь уже вмешиваются. Вам просто уже начинают давать все ответы. А вам уже начинают вмешиваться высшие силы. Мы сейчас еще посмотрим, что-нибудь здесь. Вам пора раскрываться. Постепенно, конечно же, тут у каждого будет свой промежуток времени. У вас рушатся защиты, потому что они больше не ваша несущая конструкция. Вам пора их растождествлять. Вы знакомы со своим телом вообще в целом? Десятка жезлов. Ну, как вам сказать? Не могу сказать, что прям очень сильно. Прям вот вы с ним прям знакомы. У вас очень много требований к нему. Очень большое количество требований. Вы с него очень много выжимаете. Очень много. Вы на него очень много взвалили. Вашему телу очень сложно. Но мне нравится десятка. Цикл завершается. То есть цикл тяжести, он подходит к концу. Я могу еще здесь кое-что... Я сейчас хочу кое-что просмотреть, потому что у меня есть определенное ощущение, что какая-то ноша свалится, которая долгое время... Которую вы долгое время тащили, особенно в зависимости от того, сколько вам лет. Там, скорее всего, какие-то годовые циклы кармические. Сейчас я посмотрю, если мне подсветит. Я, конечно же, вам расскажу. Ну да, у вас к чему-то уже все, пришло время. Вас к чему-то прям носом подвели. Давайте смотреть. Спасибо. 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 Это по-любому. Я не знаю, второй вариант. Здесь вы стопудово будете раскрываться по способностям. Вам пока не ясно, не совсем даже понятно. Слушайте, вам не совсем понятно, как, что, в какую вам степь вообще, в какую сторону. То есть присутствуют страхи. Вот видите, что это страшно. Но это не истина. То есть это не то, что на самом деле вам нужно. У вас что-то не могло раскрыться и распаковаться, потому что вы кармически что-то отрабатывали. Давайте объясню. Карма – это понятие, которое предопределено. Давайте возьмем карму в негативном аспекте. Давайте возьмем ее не в положительном ключе, как обратная связь, а как в понимании отработки, в негативном. Так вот, карма – это то, на что подписалось, что было необходимо отработать в вашей душе, пройти какой-то очень сложный этап внутренней, внешней бедности. Это дефицитов очень больших, очень больших дефицитов. То есть вы проходили дефицит внимания, возможно, да, там, в общем, дефицит любви, скорее всего. А вы очень чувствующие люди, вам это было необходимо, вот это понятие, да, любовь. Да, каждый любит по-своему, но вы же у нас не совсем земные-то товарищи. И поэтому для вас понимание любви – это что-то очень внеземное. Вы его не помните, вот на человеческий язык, но вы его, скажем так, чувствуете. Вы вообще много чего чувствуете, того, что вы в земном понимании объяснить никак не можете, умом вообще. Тем более я понимаю вас, и поэтому мне вас не то чтобы сложно, не сложно, просто вас читать не сложно тому, кто умеет, да, просто вы сами по себе сложно сочинены. И это круто. Оставайтесь, пожалуйста, с собой, не нужно себя запихивать в коробочку, потому что это не вы. Не пытайтесь быть понятными, это тоже не вы. Это не должно идти из сарказма или из того, чтобы кому-то доказать что-то, из позиции, что я круче и что я лучше. Нет, мы не из этого идем, мы в таком случае тогда идем из паттерна боли, опять же таки я вам докажу, да, а мы идем спокойно в своем направлении, просто никому не доказывая. Вы говорите, как вы хотите говорить. Вот я тоже говорю сложно сочиненными часто фразами, хотя стараюсь этого не делать, и зачастую я очень упрощаю речь. То есть я могу говорить совсем непонятно, даже порой бывает для себя. Но старайтесь быть собой, да, старайтесь говорить так, как вы чувствуете. Пусть это будет сложно сочинено, и мозги будут у других кипеть. Пусть будет лучше так, чем вы будете стараться прогибаться под все, вся, пусть вы будете лучше непонятными, чем вы будете себя предавать. Давайте мы уже перестанем себя предавать и быть стараться понятным для кого-то. Прежде всего вы поэтому не можете быть понятным для себя. И поэтому мы ранимся об других людей. А вам, чтобы не раниться об других людей и быть собой, нужно перестать анализировать, понял ли меня кто-то или нет. А вот здесь вот я понятно сказала, хотя вот тоже, да, грешу такими понятиями, но нужно от этого отходить вам тоже. Потому что если вы еще вспомогающий практик, так тем более. И поэтому у вас большое количество защит, если вы хотите посмотреть, какие они у вас там ведущие, вы можете зайти в закрытый доступ по бусте, расклады самопознания. Я там тоже делала расклад на тело, но он как раз-таки очень глубинный для тех, кто прям работает с собой, да, там конкретно я там рассказываю о защитах, какие именно они у вас наложены, чтобы вы понимали, с чем работать. То есть, возможно, в терапии или сами самостоятельно. Вот у вас вот этот период, давайте, да, мы возьмем, возвращаясь с негативной кармой, он как бы подходит к концу. То есть вы его завершаете, неважно, сколько вам лет. Ну, обычно это 12-летние циклы. Вы его можете от 0 до 12 отработать, или там до 24, да, там после у вас открывается своя дорога. Или еще чуть-чуть дальше, все у нас там дальше 36, по-моему. Ну, ладно, не буду считать, это надо думать, а я сейчас не думаю. Вот, и поэтому здесь очень интересно. И вот уже именно тогда вам даются возможности раскрытия уже, да, с этого времени. То есть время пришло, но это как бы вот, да, тянется вот этот вот заключающий этап. И поэтому, сейчас объясню, что происходит. Ваш чувственный спектр, он подприкрыт. Он еще богаче, чем вы думаете. То есть он подприкрыт, видите? То есть как будто бы сейчас у вас эмоционально, вы можете чувствовать только вот что-то одно. Ну, например, возьмем боль. Ну, если мы с психической стороны с вами будем читать, да, то я объяснила. Любовь не равно боль. У вас просто это очень заезженный паттерн. Это проблемы в отношениях, это проблемы с родными. Понимаем, да? А у нас любовь – это совершенно другое чувство. Это не равно боль. У нас случилась подмена понятий. И мы, а если мы берем из глобального понимания, из высокодуховного, да, то, скорее всего, у вас как бы… Вы чувствуете, что вы можете чувствовать еще что-то, мучаетесь, страдаете, да, в какой-то степени бьетесь, а ощущение, что бьемся и не понимаем, во что и куда. Во-первых, успокойтесь. Выдыхайте. Все будет. Просто поймите, что это не цель, это путь. Перейдите в позицию пути. Это путь. Это должен быть интересный путь. И как раз-таки, когда мы переходим на позицию «это путь» – познание себя, знакомство со своим телом, изучение своего тела, совершение каких-то практик, то есть позиция, там, работа, проработка. Я вообще всегда топлю за терапию, потому что это прекрасный инструмент эмоциональной гигиены, без него очень сложно в наше время. Да, у нас отработка кармическая была, там, карта рода и кладбище. Это было тяжелое. Какие-то тяжелые ноши вынесли. И наступает момент завершения. Мы сейчас в ладоши сильно не хлопаем, потому что период завершения, он тоже может растянуться на энное количество лет, потому что во времени, пространстве вообще такого понятия, временной промежуток его практически не существует. Это только вот тут для нас есть. Мы тут все время не меряем. Скажите мне, когда уже, пожалуйста, скажите точно. Это тоже определенная ловушка. Мы ждем. А это случится неожиданно. Раскрытие, распаковка случится в тот момент, когда мы, а не будем этого особо ждать. Но мы будем что-то делать. Конечно, если вы сейчас будете продолжать ничего не делать, вы плюс помножите еще это время, то, что вы не делали. Делайте активно, развивайтесь, берите все, что вам нравится, отзывается, попадается, изучайте, работайте, ходите везде. Я вот лично на все женские круги хожу, какие мне только отзываются. Прекрасно. Я вот недавно была, знаете, где в работе по методу Юлии, как он называется, это тоже психологический такой метод, тоже прикольно, забыла я фамилию. Ой, мне очень понравилось. Слушайте, я вообще постоянно где-то рыскаю, любимая моя, самоизучаться. Так вот, смотрите, что у вас тут доминирует, фигушки, что доминирует. Поэтому здесь как раз-таки вы отрабатываете, завершается этот этап, и будет уже более такое раскрытие качественное, но оно как бы чуть-чуть. Сейчас, 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 я вам что-то еще подсвечу. Так, подождите, вы меня запутали. Не вы, а оракул. Мне нужно вот это. Здесь есть какая-то часть, которая над вами доминирует, и которая является препятствием, она вами управляет. Сейчас посмотрим. Это все про тело, не забывайте. Это все про ваше тело. Все нормально, у вас идет чистка тотальная. Хорошо, отчего? Хорошо. И что необходимо? Там есть какое-то у вас искажение, и что? Хорошо. Все, я поняла. Так, у вас есть какая-то внутри вашего окружения фигура, возможно, породу, которая, возможно, в близком окружении имела очень мощные рычаги управления, может быть, женская, может быть, мужская, и подзакрыла чувствование. Ну, вот видите, карта тумана и вырванное сердце. Это боль. Это вот то, о чем я сказала. То есть, если вы ограничиваете свой спектр эмоций только болью, вы его не то чтобы ограничиваете, это ваша просто ведущая тревога и боль. И этого было очень много в вашей жизни. И это вам где-то подзакрыло, видите, ваше чувствилище. И сейчас идет чистка. Видите, у вас ваш учитель, учитель высшие силы, короче, духи, ну, это учитель типа высшие силы, они вас чистят, поэтому все окей. Все вы проходите, все хорошо. Видите, у вас распаковывается ваш третий глаз, поэтому ваше тело в стадии распечатки. Давайте мы посмотрим, как вам его чистить. Больше отдыхайте, помогайте себе отдыхать именно физически, потому что у вас и силка может, знаете, в какой-то момент где-то не быть. Это как будто бы нет сил. Это очень часто такая позиция, когда тело говорит, мне нужно полежать и перестроиться. Что-то там внутри происходит. Как вам себе помочь? Мы сейчас посмотрим, чего он хочет, но вам-то как себе помочь? Восьмерка кубков. Прекрасно. Нам нужно от чего-то уйти. От чего? Вот вы в переходе. Энергетическом. Слушайте, я вам честно скажу, все будет хорошо, правда. Вот если вы работали над собой, если вообще вы практики делали, если вы прям вот трудитесь в направлении внутренней работы, изменений, если вы работаете с психикой, если вы, короче, или хоть по каким-то, или по всем фронтам работаете, вы будете скоро лететь, как пушка-ракета по колеснице. У нас сила откроется. Какая сила? Какая сила? Вам нужно сломать какие-то методы воспитания, которые вам передали. Вам нужно от них избавиться, они вам мешают очень сильно выйти в течение своей жизни. Это вот когда мы послушные и все прочее. В общем, все в этом роде. Этот паттерн где-то застрял. Вот он с детства передан по шестерке кубков и он блокирует силу. Видите, ярофант в данном случае система сводов и законов, которые с детства вам были переданы. Или в подростковом возрасте. Вот пажи. Видите, пашут часто подросток. Поэтому очень важно, чтобы вам нужно отказываться. Сейчас приведу пример. Ой, не знаю, какой-нибудь абсурдный. Например, вас ругали за беспорядок или ругали, допустим, если вы там посуду, чашку разбили. Да-да, каждого за что-то. По-разному нас ругали. У каждого свои какие-то примеры с детства. Возьмите, сделайте то, за то, что ругали. Сделайте много раз, несколько раз сделайте. Вам нужно этот паттерн, его нужно сломать. То есть у вас стоит позиция, вот это делать нельзя. Вы можете сделать и ругать себя. Обращайте внимание, вы же заменяете себе родителя. Вы можете разбить чашку и говорить, вот я рукожопая. Или там еще что-то. Это вот то, что боль, боль. Вы причиняете себе боль. Вы себя можете за что-то хаять. Или там не так вы реализованы. Или не туда вы пошли. Или замуж вы не так вышли. Или не за того вы там замуж вышли. Или не то вы сделали. И вот это вот все. И этого так много. И оно вот это все рабочее. И вам нужно прям вот сломать эту систему убеждений, воспитаний. Короче, вот это то, что там с вас вылепили, да. Ломайте. Вот прям ломайте. Вот я вас сейчас буду учить плохому. Делайте то, что вам нельзя было. Делайте. У вас все в кубки пошли. Вам прям нужно учиться. Учиться делать то, что вам было нельзя. Это разблокирует ваше чувствование. Что хочет тело? Внимание. Оно просит доверия. Ваше тело просит ему доверять. Вообще все неплохо. Тело вы чувствуете. Просто через определенную эмоцию, но вы его чувствуете. А вам нужно просто ему доверять. Доверяйте всему тому, что вам изнутри идет. Так с вами говорит душа. Вы будете заново учиться чувствовать. Учитесь заново чувствовать этот мир. Не так, как вас научили, а так, как вы это ощущаете. Вам нужно научиться чувствовать мир заново. Вам в какой-то момент было нельзя чувствовать так, как вы хотите. Теперь можете заново. То есть вам можно. Тело хочет внимания. Оно вам постоянно передает, что выпить, что съесть, куда пойти, что сделать. Слушайте. Обязательно слушайте, потому что это ваша ведущая конструкция. Не логика и страхи, а тело. Оно просит ему доверять. Сейчас мы посмотрим. Вы доверяете телу? Ему было тяжело. Оно очень много всяких энергетических какушек вычистило. Энергетически что-то очень сильно там отработка идет. Ему тяжело. Да, смотрите. Ничего, пробьется ваш внутренний свет. Вы помните это состояние, что значит слышать себя. Помните же ведь. Все будет. Все будет, все будет, все будет. А что вывозила? Вывозила, вывозила. Кармическое что-то вывозило. В негативном ключе, конечно же. Родового какого-то говна нахватались. Ну не нахватались, а так уж мы тут это все дело проживаем. Ладно, ну вот оно, чистка, чистка, чистка. Смотрите, чистка третьего глаза, распаковка способностей со всех сторон идет. Вы в процессе, вы очень активно. И чем больше вы сейчас в него вложитесь, чем больше вы поможете себе очищением, наполнением. То есть не надо себя ругать. Себя сейчас нужно только максимально холить, лелеять, любить, поддерживать. Смотрите, станьте взрослым для себя, станьте любимым человеком для себя, станьте родителем для себя. Кормите себя, наряжайте себя, любите себя. Потому что у вас модель родителя, вот она, видите, король мечей. Это любовь, боль, понимаете. Это требования к себе в большом количестве. Это, скорее всего, какие-то чувства стыда, чувства вины. Тоже вызываемые, скорее всего, вашим родителям в детстве. Это большое порицание, это большая критика вас. Это всевозможные моменты, что вы там ни умеха, ни складеха. Что все-то у вас там через одно место. И учитесь вы не так. И вообще все у вас, короче, плохо. И замуж вы вышли, и вообще вы говно. И вот это вот все, ну, в смысле, замуж вы вышли не так, а потом развелись тоже не так. И живете вы вообще не так. И, короче, все не так, да. У каждого это будет что-то свое. И просто как бы очень сильно утрирую. Ну, для кого-то даже мало утрирую. Для кого-то сильно утрирую. У кого-то игнорили жестко в детстве. У кого-то родительные нарциссы. У кого-то родители, там, не знаю, не эмпаты. Да, а вы пришли эмпаты. И ваша задача была раскачать чувства, они родители. Да, а они не раскачались, собственно говоря. Ну, так тоже бывает. Поэтому, как бы, что уж тут не ваша вина. Вы, как ребенок, да, может, большую ношу душа возложила, чтобы там родители через вас расчувствовались. Видать, недорасчувствовались у кого-то, потому что все-таки у нас выходит именно король. Что вам еще подходит для помощи себе? Вам подходят аффирмации, но они только письменные. То есть вам нужно ничего не проговаривать. Это будет очень долгое... Чуть не сказала плохое слово. Я забываю, что я на Ютьюбе. Это будет очень долгое занятие. Вам нужно писать. Вам нужно писать, прописывать нечетное... Так, сейчас правила квадрата берите. Нечетное количество аффирмаций одинаковых, да. Пишем их там каждый день. Нечетное количество... Нечетное количество... Ну, например, если мы берем... Давайте возьмем девять. Пусть будет девять, да, отшельник. Пусть будет девять. Мы берем девять. Вы себе пишите какую-то положительную аффирмацию, например. Вы ее пишите в день девять раз, девять дней. Если вы пропустили один день, вы начинаете заново. Вы пишете опять с первого дня. Неважно, что вы там три дня уже написали, потом вы день забыли. Вы опять начинаете с первого дня. И каждый день вы должны выделить полчаса и написать эту аффирмацию от руки. Девять дней, допустим, да. Девять раз. Девять дней по девять раз каждый день. Понятно? Берете девять, там, три. Ну, три – это вообще там лайтовый случай. У вас как бы не все двадцать пять. Вот. То есть чем больше нечетного количества раз, тем быстрее будет меняться ваша нейронка. Как можно больше хвалите себя относи... Вот сделали что-то плохое, и прям похвалите. Какая я молодец. Разбила эту чашку. Какая умничка. Золотые рученьки мои. Молодец. Что-то порвали, сделали... Короче, все, что сделали не так, за что бы вы получили порицание, вы себя хвалите. Вот так меняются нейронки в голове. Вот так меняются паттерны застарелого поведения. Все, что будете делать, будет работать. Даже если вам будет казаться, что нет. Будет работать. Все. И вас тут, смотрите, в новом этапе. У вас и влюбленные, и десятка кубков. Это говорит о том, что и маг прекрасно, и луна. Все хорошо. Будем все чувствовать. Все у нас наладится, как только мы себе поможем в этом процессе. Вот это все, что по вашему телу. То есть даже если у вас есть способности, вы работаете, практикуете, их будет больше. Смотрите. Способности – это такие прекрасные, творческие занятия, таланты в нас, у которых нет потолка. Вы можете всю жизнь распаковываться, раскрываться и все больше чувствовать, все больше ощущать, все больше развиваться, становиться все профессиональнее, все выше. Поэтому здесь, конечно, такой момент – не тормозить себя. И, боже упаси, хватит себя постоянно обижать. Сколько можно. Вас обижают, потому что вы себя обижаете. Выворачиваете вот этот сценарий. Вы самые лучшие для себя. Там такие таланты прекрасные. Вы природный экстрасенс. Экстрасенсорика очень развита, потому что у кого очень обильный, чувственный вот этот центр, это экстрасенсорики очень мощные. Но тело, тело должно быть, как струна звенящая, оно должно прям звенеть, и должны чувствовать малейшее его там где-то внутри импульс, и вы уже знаете, что это. Но это, представляете, это же навык, это же нужно развивать, это же нужно прям нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать. Поэтому, девочки, кто по второму варианту, я уже говорила, брейки, да, это только там самые первые шаги, когда вы только учитесь те энергии через тело пропускать, там их чувствовать каким-то образом, хоть каким-то. Хотя вообще энергии мы не чувствуем прям так, но импульсы, импульсы вот эти вот вы прям можете распознавать внутри, где, чек, реально. Да это такой же интереснейший процесс познания себя. Вы просто фокус, внимание с негатива, на интереснейший процесс исследования познания. Переверните, и все будет круто. И вам будет просто интересно. Оно просто раскроется в полной мере тогда, когда вы не будете к этому так стремительно идти, а будете наслаждаться процессом познания себя. Вот. То есть это жахнет, скажем так, в тот момент, когда вы будете меньше всего этого ожидать, потому что вы гоняетесь за бабочкой. Ну и все то, что я сказал. Вот такой был второй, третий. Смотрим третий. Давайте так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 на самом деле так, очень аккуратно с тем, что вы говорите потому что в вашем представлении это что-то мега полезное чуть ли прям не от души идет мега важное мега нужное и мега хорошее но это мощнецкие тени которые вмешиваются в очень важные судьбоносные ситуации которые наводят большую смуту видите, уводят в туман поэтому очень аккуратно кому и что вы говорите пожалуйста на ваше внимание это очень сильно обращают сейчас это карта капкана это ловушка в которую вы потом сами попадете и это не совсем то, что нужно видите, карта закона то есть сейчас хорошо бы побыть во внутренней и внешней тишине самим собой и услышать себя а не направлять то есть сейчас такое у вас время для пребывания во внутреннем состоянии гармонии вот у вас пережимают пережата горловая чакра прям пережимают может и горло то есть у вас может сесть голос вы можете начать там хрипеть кашлять там еще что-то а это признак того что нужно закончить разговоры там или диалог да то есть тело вам говорит о том что не надо говорить не нужно говорить да это сейчас не то что тебе необходимо то есть вообще тело вам подсвечивает многие вещи которые возможно вы где-то ну как бы пропускаете пропускаете прям или упорно продолжаете делать что-то свое это зачастую потом попозже да сказывается и вы осознаете что не нужно было где-то этого делать но это как говорится да хорошая мысль приходит уже после да хорошая мысля приходит опосля вот так и у вас то есть вам нужно научиться слышать вот эти подсказки буквально с первых секунд то есть стараться все-таки не из теней идти потому что там вот именно через внутренних демонов то есть это не совсем то что действительно может помочь то есть там есть вещи которые нужно очень сильно фильтровать у вас то что вы говорите прям очень сильно потому что они энергетически не не совсем так работают как вы хотите знаете это как это как подкидыш слово идет сейчас попробую попробую понять что это смотрите у вас есть намерение например помочь да допустим и даже есть запрос к примеру могут стоять определенные блоки могут стоять внутренние фильтры и вы как бы в своей голове формулируете но тогда когда вы уже выдаете информацию у вас через ваше поле она выходит и получается испорченный телефон то есть получается мощные искажения и то что уже доходит оно как знаете как подкидыш оно уже не то что вы изначально хотели издать из себя излагать из себя да поэтому вам прям нужно готовиться вот действительно вам нельзя вот эту от себя тянуть то есть смотрите состояние потока это прекрасно когда у вас чистое эмоциональное и психическое состояние тогда поток он будет все чище и чище и чище когда у нас с этим есть определенные затыки определенные моменты они есть потому что там несколько карт об этом очень ярко показали они как раз таки говорят о том что думаете вы чувствуете и говорите энергетически разные вещи то есть вы энергетика вкладывается именно не так на которую вы хотите вложить понимаете то есть у вас получается искажение вот поработайте ваше внимание ваше тело на это обращает есть искаженные такие моменты очень сильно это не чистота потока он наоборот не чисто идет он наоборот идет очень искаженный вы как бы знаете как теневую какую-то подмену даете информации это очень важно когда вы вспомогающий практик вообще когда советы даете когда вы чувствуете что вы можете или желаете там уж неважно по запросу нет помочь вам нужно очень тщательно обдумать как преподнести информацию а вы ее просто она как идет так и идет а идет она еще раз как теневой подкидыш как подмена и она вместо ясности человеку наводит смуту то есть он не получает как бы ответа он еще больше запутывается там карта холода и тумана то есть человек чувствует еще больше отдаления от сути и он чувствует что он еще больше где-то возможно запутался и вы можете думать о том что это люди не вывозят или еще что-то частично и так бывает конечно же и так тоже бывает это понятно да мы все разные но мне не зря у меня прям сигналит вот так в горле там прям боль понимаете там прям боль и вы этот урок проходите на протяжении жизни у вас может прямо гланды что-то вот такое то есть что выходит из вашего рта это очень важно для вас как ваше тело так сейчас поживает да вроде так ничего говорит само-то по себе вроде бы ничего вроде бы говорит ничего а ну ничего то это такое конечно дело где-то не пропускает энергию где-то пошел затык у нас выходит карта башни семерка жертв то есть вообще ничего энергия поступает но само тело я не могу ее пропустить она не проходит где-то сейчас будем смотреть где она у вас не проходит и идет идет энергия более высшего порядка более тонкая энергия более высокая высоковибрационная энергия проходит идет идет и эта энергия она видите по десятке кубков это очень высоковибрирующая энергия тело в данном случае у нас плотно материальное мы знаем тяжелое и земное и вот энергия поступает а тело пропустить не может ему тяжело потому что оно не подтягивается условно на тот уровень который будет созвучен то есть очень тяжело идет вот это алхимическое переплавление внутри нейронки для того чтобы уловить вот это качество энергии то есть вы его не улавливаете может быть даже не понимаете оно вот прям выстревает вот оно смотрите тут семерка жезлов остановка вот идет высокий вот этот порядок энергии звезда и десятка кубков это очень высокий это вот этот резонанс шума и там просто эти вибрации уже до такой степени звучат тонко что нам тяжело обратите внимание очень многим людям тяжело у них и давление и плохое самочувствие и очень такие вот разные непонятные состояния и вот где-то оно изнутри вас невозможность да вот она подстачивает и получается где-то что-то немеет где-то что-то распирает то есть это не обязательно прям болезнь да это просто может быть какие-то очень непонятные ощущения в теле вот это говорит о том что там где не чувствуем там где анимело и не знаю что там что где у нас такое самое нечувствительное да вот там вот оно у нас и застряло не там оно пройти там она пройти не может то есть там нейронка уже не активирована и что вот оно обращает ваше внимание на это используйте всевозможные может быть какой-то контрастный душ да душ шарко кстати я знаю что раньше используется там так лупит этими иголками чувствуешь просто буквально все куда попадает то есть используйте те методы какая-нибудь там игла кстати терапия может очень помочь то есть здесь необходима активация дополнительная активация нервной системы потому что работа над нервной системой то есть ее в вашем случае нужно не успокаивать а где-то в нервных где-то в теле ее необходимо пробудить первое что слышу это через воду но не через спокойную а через потоки воды то есть это какие-то водные процедуры это специальные ванны джакузи которые давлением вода идет под давлением иглоукалывание очень хорошо может помочь может помочь все то что короче вам активирует йога не знаю но это может быть какие-то еще и дополнительные иголки иглотерапия что-нибудь такое а мы слишком подзаземлились десятка пентаклей у нас вот такой накопленный очень сильно уже мы богаты земными энергиями тяжелыми видите и у нас появляется сильно большой разрыв между современными новыми энергиями у нас ПО обновляется смотрите как у нас обновляется ПО а тело уже как будто бы не обновляется это плохо да то есть это плохо почему потому что что у нас происходит когда нет обновления начинает глючить телефон что у нас не поддерживает устаревшая версия я очень не хочу чтобы там вот как бы вы были устаревшей версией поэтому срочно займитесь какими-нибудь может быть массажи еще помогут да то есть это вот разминание прям то есть вам нужно активировать именно тактильность чувства разбудить там где у вас где вас там меньше всего трогают короче там вы нужно разбудить потому что видите тройка мечей потому что у нас начинаются всевозможные физические некомфортные состояния ну а так в целом если мы ну да видите кубки кубки то есть что-то с водой вот связано сильно хорошо вам поможет и даже не то что пить а вот именно это поток воды вот что-то здесь спа пойдите там вот эти в бассейнах ну короче всякие разные процедуры разберете взрослые уже что вам там можно так чего нельзя что еще мы смотрим что вам необходимо знакомы ли вы вообще со своим телом четверка мечей вы его не чувствуете так как этого нужно вы его не не слышите видите не слышите нет коннекта то есть оно подает импульсы но импульсы уже не не проходят то есть вы их уже не чувствуете идет разрыв небольшой между пока еще небольшой между сознанием и телом то есть вы можете все слабже и слабже чувствовать свое тело все меньше и меньше точнее и за счет этого вы теряете силы можете быстрее уставать и все проще особенно это касается тех людей и тех кто смотрит это уже от 40 то есть чем мы старше тем у нас меньше связи с телом если у вас до 40 то у вас тоже может быть постоянное нахождение себя на мыслитель на ментале и соответственно мы тело не чувствуем и оно может сигналить болями расстройство пищевого поведения то есть мы не можем почувствовать когда мы нормально голодны мы не чувствуем когда мы поели когда мы переели это не обязательно но это в том числе мы можем трогать очень горячие вещи о вещи продукты это знаете как это блины жарим вот так руками просто по кипятку то есть у нас пучки уже огрубили еще что-то то есть мы огрубиваем очень сильно и вещи которые могут причинить нам сильнейшую боль они для нас как притуплены это можно назвать высокий болевой порог и все бы было ничего но этот высокий болевой порог он атрофирует нам нервную систему поэтому желательно иметь высокий болевой порог потому что вы будете тогда опять хорошо качественно чувствовать пойдет энергия пойдет процесс самоисцеления то есть здесь нужно обязательно заниматься телом и при том активно мы ним не занимаемся и видите четверка мечей нас это вообще мало волнует мы мало в это смотрим мы мало этим интересуемся нас интересуют более глобальные процессы карта мира чуть ли не вся земля не вся планета а что вообще происходит и чего да как но но все бы ничего если бы не башни то есть чтобы ваше тело болезнями серьезно не обращало на вас внимание какими-то расстройствами мощными циститами всякими заболеваниями неприятными ангинами еще чем-нибудь убираем свой взор с глобального обращаем свой взор на тело потому что что еще такое четверка мечей а мне скучно я не хочу ничем этим заниматься это вообще какое-то скучное занятие какое там тело это хорошо когда ты молодой а когда уже ты не молодой потому что разный возраст смотрит да то самое время несколько там час-два себе уделить можно кстати еще самый простой способ да который есть и доступен абсолютно всем это масса сухой массаж жесткой щеткой это тоже активация нервных окончаний потому что вы гоняете лимфу вы запускаете процесс оно начинает зудеть гудеть вот это вот все в теле то есть вам это необходимо потому что у вас есть точно участки которые вы уже очень плохо чувствуете или они у вас ну вот это или внутри или снаружи то есть у вас уже есть какое-то расстройство где-то или онемения какие-то или болит что-то где-то ну вот в таком вот плане то есть тут начала страдать нервная система и ваше тело говорит ты вот очень много о глобальном и совсем не обо мне да а мне как тело говорит это глобальное и даром не надо вообще мне нужно о себе да я хочу любви я хочу заботы я хочу внимания я хочу жизни ощущения что я в теле то есть что хочет тело чтобы вы в нем были чтобы вы его чувствовали чтобы вы меньше анализировали или отвлекались а меньше думали или обдумывали что-то а больше находились в себе прислушивались к своим ощущениям заботились о себе кормили себя нормально как-то там да то есть вот что-то в этом роде но в целом тогда у дела пойдет полегче потому что тут такой процесс который подзапущен уже видите где-то по умеренности то есть где-то вы уже давненько давненько на ментале тусуетесь по рыцарю мечей а тело говорит а я а как же я а что со мной а я где в этом всем то есть вы как-то к нему холодны отстранены от него как-то немножко вам вот знаете вы его воспринимаете очень прохладно тело и относитесь к нему достаточно потребительски и даже я бы сказала в большей степени пренебрежительно то есть как будто бы да вы его вы слишком ушли в какую-то глобальную часть познания видите рыцарь мечей карта мира то есть мы слишком перестали себя воспринимать как тело а где-то мы переусердствовали нужно мыслительно именно мыслительно вернуться на грешную землю потому что потому что потому что а вам это уже не на пользу вот то есть вы забыли что у вас есть тело где-то забываете да то есть оно у вас само по себе там что-то делает живет и как-то ему от этого не сильно весело да возьмите пожалуйста за него ответственность вот что оно вам говорит почему-то вы часто говорите про ответственность я сразу услышала слово возьми за меня ответственность вот вот эта карта это обозначает и в данном аспекте оно говорит ты почему-то не берешь за меня ответственность я какое-то бесхозное само по себе болтаюсь ну как болтаюсь что-то делаю там каким-то образом живу а ты там тоже каким-то образом живешь вот вас тут за ответственность это его просьба большая желание королева покупков да пожалуйста возьми ответственность и наполни меня исцели меня пожалуйста восполни мои дефициты обрати на меня внимание мне необходимы минералы что-то тут еще о чем-то речь идет воды не хватает где-то есть момент сухости очень сильной кожи возможно даже где-то лопаются губы у меня моментально губы пересохли губы пяточки руки да сильно может сушить момент воды но не простая вода а нужна минеральная вода нужны минералы то есть вода обогащенная минералами и витаминами ну или витамины минералы то есть смотрите там что-то как-то можете сами эту минеральную воду ее можно кстати там есть рецепты как ее готовить можно покупать много есть хорошей продукции тут смотрите и вот здесь тело просит чтобы вы все-таки перестали быть вовне потому что вы очень много вовне практически основное время все вы вовне в работе там в каких-то ситуациях в делах в интернете в телефоне в раскладах в прогнозах то есть в новостях кто-то вот прям даже ну новости могут быть эзотерического мира еще что-то вы где-то вот внешне видите вы где-то там по миру все вы не в себе вы вообще тело само бедолага тусуется оно становится ограниченным очень сильно восьмерка мечей да оно становится очень зажатым не хват кстати мышцы могут быть очень сжатые могут быть как это называется спазмы мышечные очень сильные мышечные спазмы то есть у вас стягивает вот так вот мышцы это тоже о сильнейших дефицитах в теле в организме и это никак не связано ни с вашим энерго ой с этим ни с вашим там как да что же это такое это связано с единственным тем что вы не обращаете внимания на тело то есть это не какие-то там проработки это вас ни за что там не наказывают это там не какие-то кары небесные или какое-то влияние извне нет это халатное отношение к своему организму вам нужно очень сильно все поизучать относительно тела поизучать себя так потому что так можно вот видите девятка жезлов часто это карта обломанных крыльев часто это карта всевозможных болячек поэтому будьте аккуратны не доводите до этого состояния себя не доводите не доводите что за программа или это что сейчас будем разбираться о чем речь сейчас еще хотел вам кое-что подскажу мне здесь просто прям не по телу прям по вашей судьбе что-то идет какая-то в будущем я вижу какую-то ситуацию это ситуация которую вы не ожидаете или не ожидали ее сейчас я уточню но этого вы не избежите это как обратная связь я хотела уточнить семерка пентакли это ожидание так семерка пентакли это вложенные усилия и плоды которые вы получите или это просто что-то то что вы не ожидали вы можете переживать за что-то у вас очень большое количество страхов срабатывает и эти страхи являются судьбоносными эти страхи вами руководят эти страхи совершают большое количество ошибок в вашем выборе и в вашей судьбе и в судьбе окружающих потому что здесь карта императора это может быть мужчина или родственник или брат сват неважно ну вообще в целом тут просто еще и женские карты и мужские карты то есть эти ваши страхи они влияют не только на вас видите вот девятка мячей они судьбоносно влияют на другие жизни и ну возможно да ваши какие-то то есть вы же в своем поле это все транслируете для себя и вот тут самое что интересное вам нужно не вне вообще что-либо делать потому что вы получается как бы очень извне много чего делаете прикладываете усилия да что-то вот вы каким-то образом разговариваете может быть делитесь да то есть я вижу большое количество работы извне а это вообще ни к чему потому что мне говорят о том что это уводит вообще от сути это создает только большое количество неприязни и конфликтных сопернических ситуаций по пятерке жезлов то есть это очень большие конфликты столкновения мнений пониманий мировоззрений то есть тут что-то вы какой-то короче какой-то токс тут короче какой-то вообще и что получается ваша задача да смотрите вот эти карты они такие прям вот энергетически тяжелые что четверка что пятерка да четверка пятерка вам нужно перестать как-либо контролировать ситуацию вообще просто перестать вести бурную деятельность извне потому что это чревато кстати вот у вас там по оракулу это для вас же лично чревато вам нужно работать со страхами у вас очень сильно активируются страхи и они проецируют ситуации которые вы проживаете в которых вы варитесь именно страхи сейчас руководят вашим пространством это не ваши истинные страхи и тени то есть это не ваше истинное я это не то что хочет ваша душа это вообще не то что нужно вашему телу это это все спроецировано ложным я то есть все что сейчас у вас там короче есть какая-то ситуация она судьбоносная она очень важная она связанная с мужчиной с каким-то эта ситуация очень сильно проецируется какими-то вашими внутренними страхами это может быть сын отец муж или это женщина но такая более мужская фигура ну энергия такая да более структурная поэтому то есть все сейчас внимание на себя должно быть у вас и на ваше тело и на себя все-все-все на себя потому что вы только в эту ситуацию вставляете палки в колеса вы ее не помогаете разрешить возможно вы ее усугубляете вот в чем все дело вы прям ее усугубляете это чревато по карте смерти очень хорошими изменениями трансформациями завершениями давайте я посмотрю это нет это не то что нужно это не то завершение оно не благостное оно видите по десятке жезлов оно с очень большими отягощениями возвращениями вообще если честно я вам единственное что здесь хочу сейчас сказать да вот такое послание пожалуйста занимайтесь собой сейчас очень важно чтобы вы сейчас занимались очень сильно исключительно лишь только с собой своим телом здоровьем состоянием эмоциями эмоциями чувствами там страхами ваша задача сейчас и тело ваше вам говорит и душа душа вам передает через тело и высшие вам говорят чтобы вы ушли в молчание в какое-то в какую-то тишину вам нужно и может быть внутреннюю внутреннюю а для кого-то и внешнюю и просто очень мощно занялись собой вот это сейчас вам необходимо сейчас еще раз посмотрим тут просто это чревато или вас или тормознут очень мощно через ситуацию то есть ее можно предотвратить не нужно ее провоцировать а вы ее как будто вы знаете ощущение что вы как-то бессознательно подкидываете дров прям подкидываете в какую-то разворачивающуюся судьбоносную ситуацию дровишек вы как этот знаете как пятнашка то есть вам нужно сейчас у вас серьезно у вас работает сейчас ложное я очень сильно у вас внутренние демоны там пляшут просто возьмите себя под контроль это все из-за внутренних страхов и непонимания как что не все ситуации вам подвластны потому что что-то там у вас такое очень ну внутренне может семейное происходит внутриличностное да там с партнером может вы там хотите что-то от партнера добиться или от какого-то близкого человека а вам нужно добиться не от близкого человека а от себя отстать ну от человека отстать и от себя чего-то добиться да что вам иначе вам опять понимаете деньги заблочат у вас опять встанет блок на изобилие опять вас опять развернут вниманием на себя зачем не надо у вас уже было у вас урок этого уже пройден в воспоминаниях у вас уже есть опыт вам сейчас вселенная вы что-то не отработали она вам опять проецирует ситуацию где вы пытаетесь подсвечивать как вы это представляете дорогу людям где вы пытаетесь ну не людям а кому-то может быть потому что вот здесь вот свора в данном случае это люди люди какие-то то есть это не вы а кто-то извне вы пытаетесь как бы помочь но это доминирование это не то что то есть вы забираете у человека где-то в каком-то моменте право ответственности и выбора вы пытаетесь продавить на что-то как-то что-то вы прям хотите вам что-то покою не дает смотрите вам как зеркалят красиво что-то вам прям у вас зеркальная ситуация вы проходите то сейчас что вы уже или проходили опять же таки вам от зеркалка от вселенной это первое а во-вторых ситуации вам подсвечивают вас внутренних что у вас происходит внутри вам подсвечивают вот есть какая-то ситуация в вашей жизни сейчас с другими людьми тут много людей завязано прям где вы смотрите на это все и возможно вы сильно включились в ситуацию и не понимаете что это отражение вашего внутреннего мира это вам дается анализ посмотреть как вы там с собой поработали и поработали да это вы прям это вот вам отражение вашего истинного лица всех ваших теней всего вот все что вы сейчас видите это вы все что вокруг вас все люди у вас сейчас такой этап что все что вокруг вас это прям вы это ваши все части которые там вообще не в ладу с собой не разу вы не в ладу с собой у вас сейчас очень что-то судьбоносное происходит и что если вы сейчас не отстранитесь не уйдете в тотальное наблюдение видите не отпустите ситуацию не потеряете к ней какой-либо интерес карту наказания трактовать не буду хорошо сами разберетесь вам заблочат ресурсы зачем вам это надо вы сами попадете в ловушку собственного ложного я или эго то есть чего-то такого каких-то внутренних вторичных глубинных интересов вы что-то где-то из программы очень сильно транслируете на кого-то из своих очень сильно что-то свое транслируете это это не желание видите сердце это не истинное желание может быть другого человека да и кризис хотя у вас очень большой соблазн видите смотрите прям до скандалов у вас прям у вас вы прям провокатор в этой ситуации вы очень мощный провокатор вы не спаситель не советчик вы очень сильный провокатор у вас как будто бы прям вот эти все тени они вас окружили они вас прям подбивают в эту ситуацию подливать масло видите карта склоки прям то есть вокруг вас сейчас что-то очень токсичное происходит и это вы это ваши все части вам это нужно теперь все разгребать все это нужно в себе разбирать заново только так вы пройдете но вам нужно полностью перейти в состояние наблюдения и отстранения сейчас я не знаю ну я понимаю да тогда только вы пройдете эту ситуацию только тогда если вы сейчас вообще умоете руки от каких-либо решений от каких-либо советов от каких-либо воздействий любых манипуляций потому что вы это умеете и сейчас это просто бахнет вам собственно по здоровью просто у вас уже звоночки были есть вы вы закончите урок вы его пройдете вы его завершите у вас будет исцеление какого-то негативного сценария но у меня прям разболелась голова у вас такие сильные ментальные решетки которые не сгибаемы они не гибкие вообще вы не слышите своих истинных желаний из-за этого вы вообще в целом можете себя из-за этого очень плохо слышать потому что у вас система убеждения она очень костная очень больно прям голову распирает у вас сильнейший контроль вам его вырубают всю дорогу но вы нет же прям вы прям прете все равно но смотрите это чревато уже сейчас такое пространство сейчас просто тормозят на ходу поэтому прям вы знаете людей прям выключают поэтому кто очень сильно упорствует здравия вам и пожалуйста аккуратности в принятии решений особенно в вмешивании куда-то желательно даже вообще не то что не вмешиваться а даже по просьбе десять раз подумать хотите ли вы вообще что-либо советовать потому что ваш совет он может навредить надо чтобы ситуация разрешилась без вашего воздействия а вот взять за свое тело ответственность это то что вам сейчас первоначально необходимо это ваша первая обязанность вот это вам нужно делать все остальное не нужно все остальное вы делаете из ложного я вот такая вот у нас сегодня была позиция про тело я с вами прощаюсь до новых расходов я с вами прощаюсь